На стадионе «Торпеда» прошел летний фестиваль ГТО. К Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу присоединилось более 500 жителей городского округа Люберцы. За сдачей нормативов наблюдали мои коллеги. 32 повтора за одну минуту. В фестивале ГТО Макар Красаченко участвует впервые. Норматив «Пресс» юный спортсмен выполнил на золотой знак отличия. «Тренировался, помню, в смене, где очень хороший тренер по легкой атлетике. И у меня как-то это сформулировалось. Я запомнила это все и делала правильно. Надо дышать спокойно и не бояться». Попробовать свои силы можно и по другим дисциплинам. Прыжок в длину с места, отжимания, подтягивания, наклон на гимнастической скамье, рывок гири. На стадион пришли воспитанники спортивных и общеобразовательных школ, а также жители округа, ведущие здоровый образ жизни. «Самое главное – это сдать норматив. После того, что все это заносится в электронную систему, где происходит подсчет очков, у каждой возрастной группы существуют свои нормативы, как временные, так и количественные». В этом году летний фестиваль ГТО приурочен к Международному олимпийскому дню, который отмечается 23 июня. В честь двойного праздника глава «Люберец» Владимир Ужицкий наградил лучших учителей физкультуры и тренеров округа. «Мы сами знаем, что спорт – это здоровье, спорт – это залог, в принципе, удачи по жизни, потому что только здоровому человеку улыбается удача». Городской округ Люберца входит в число лидеров Московской области по количеству жителей, зарегистрированных на сайте gto.ru. На сегодняшний день эта цифра перевалила за 50 тысяч. Особой популярностью спортивное движение пользуется среди школьников. С каждым годом все больше детей приобщается к занятиям физической культурой. «Чтобы когда быть дедушкой не вот так ходить, а можно было спокойно пробежаться». Луиза Игия Зарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.